Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой! И сегодня очередной влог. Мне кажется, я влоги начала снимать каждый день. Вы прям это... Как один раз меня попросили, так я теперь остановиться не могу. Мы собираемся пойти покушать. В центр едем. Машины еще нет. Ее сегодня, может быть, возможно, я заберу. Но мы пока все равно на такси в неудобных условиях. В неудобных условиях... В общем, сейчас доедем, покажем, где мы хотим посидеть. Все, сели в машину. Короче, я какая-то злая сегодня. Я не знаю, почему. Я думаю, что сейчас мы приедем. Наверное, потому что я есть хочу. Я голодная, да. Сейчас мы приедем на место, закажемся всяких вкусняшек и ляжем, приляжем. Все будет замечательно. Свежий воздух, все хорошо. Так, мы приехали на это место. Я, кстати, давно не была здесь вообще. Гля, у меня штаны спадают, трусы, торчатся. Просто я какая-то сумасшедшая мама. Будем искать место сейчас. Ты только начала, что ли, снимать? Да. Я сумасшедшая мать. У меня все через жопу. Ух ты, гля, какой симпатичный. Очки. Посмотрите, казусы, казусы. Сегодня казусы, это казусы. Мне еле коляску собрали для малыша. Он сидит, она смотрит. Ой, вон, смотри, как симпатичный. Ты взяла мальчики, да? Горячие выпуски. Так, мы подтягиваемся. Какая чудная погода. Кристина там... Ой, 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 все прекрасно. Тра-ля-ля. Дай корзинку. Спустимся. Идем, идем, да. Так, пошли искать местечко. Сейчас сядем, тогда уже запокажем все. А вообще вот красивое что-то. Мы выходим на улицу, да, где-то пустят. Вот, слушай, какая-то еда-еда. Не знаю, что это. Это наша, это наша еда-еда. В общем, мы решили присесть вот в таком новом месте. Нам открывается вот такой шикарный вид на парк. Фонтан, правда, не работает сегодня, но думаю, когда он работает, вообще красота. Вот такой скверик. Здесь столики вот такие вот есть. А мы вот пришли именно вот на вот это вот. Кристинка там вскрылась. Вот она, она сидит. Красота. Короче, заказали всякой вкусняхи. Сейчас я тоже присяду. Заказали всякой вкусняхи. У них, кстати, меню очень богатое. Здесь есть как бургеры, пиццы, роллы, десерты, фри, креветки, картошка. В общем, плов, стейки, супы. Короче, много всего есть. Вот. Еда-еда. Я, кстати, заказывала у них уже черный бургер классный, такой вкусный. И роллы пробовала. Это Калифорния с креветочкой, а это с угрём. Сейчас мы будем их пробовать. Я голодная, я не могу. И вот наш десертик. Что это у нас? Ореховый шоколадный чизкейк, да? Или просто ореховый? И наш чай. Крис, давай кружку. Кружку. Стакан. Ростов стайл. Всё, мы посидели хорошо, вкусненько. А главное, главное, вид. Вид просто шикарный. Всё. Идём дальше на Пушкинскую гулять. Сейчас мы идём прогуливаемся по Садовой. Вот там вот сзади театральная площадь. Это где мы гуляли в парке. В парке, где мы гуляли в парке Революции, где мы катались на карусели. И вот у нас идёт улица Садовая. На самом деле с этой улицы у меня тысяча воспоминаний. У нас, смотрите, вот здесь какой-то театр, в котором я, кстати, ни разу не была. Представляете? Но я Садовую обожаю. Я не знаю, откуда у меня эти ощущения. Знаете, я, во-первых, здесь очень много гуляла. Но и когда едешь на автобус, я вот автобус проехал. Когда едешь, я всё время смотрю на этот Стелла Банк, ещё что-то. У меня внутри прям сжимается сердце. Я вспоминаю, я не знаю, может, это из каких-то прошлых жизней. Что-то связанное, такое классное, понимаете? Жизнь, жизнь хорошая. Я не знаю, вот эти ассоциации, вот так вот всё. И оно настолько быстро, настолько где-то глубинно всё. Глубокое ощущение внутри. Что мне даже сложно описать, что за ощущение. Но классно. Я сейчас пройдусь по Садовой, с Кристиной. И насладимся прогулочкой. Смотрите, как красиво. Какие у нас здания классные. Блин, надо зум найти мне. Всё, на зум не могу найти. А вот? А это какой-то бизнес-центр. А вот гостиница Интурист. Когда-то называлась, говорит Кристина. Но уже... Не знаю, мне так и кажется, что она такая называется. Крис, а почему это называлась? По-моему, это и есть Интурист до сих пор. А, ну это гостиница. Ага. Так, класс. Идём дальше по Садовой. Вот у нас позади всё. Следующая красота нашего Ростова. Это вот ещё один музыкальный театр у нас здесь есть. С другой стороны у нас какой-то бизнес-центр, наверное. Вот там не видно его. Церковушка. И вот такой вот парк у нас есть здесь. Тут тюльпанчики. А мы идём дальше по нашей Садовой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, уже прошло много времени. Мы, естественно, проголодались с Крестюшечкой. И решили зайти по дороге на Садовое. Называется Лаунж Смокки. Или что-то такое. Здесь курят кальян. В основном очень приятная атмосфера. Включили нам... Включили нам вот такие вот красивые... Вообще красивые цвета здесь, да? Ну а самое интересное, что мы заказали. Мы заказали вот такой вот интересный чай. Чай это банан и киви. Я думаю, что здесь либо мёд, либо сахар, потому что он очень сладкий и при этом достаточно вкусный. Интересный, на самом деле. И роллы ещё заказали. Это от шеф-повара роллы. Но я вам скажу, они практически один в один, как Филадельфия. Роллы очень вкусные. Вот сидим мы сейчас тут. Сына покормила. Почему я вообще зашла? Мы не то что проголодались даже, скорее сына покормить. Вот я его покормила. И теперь надо что-то попробовать перекусить, что за место узнать. Вообще красивые мастерки. Наверное, я слышу только себя. Крис, не прячься. Кто-то ещё залезет. В общем, мы перекусили, да? Очень классное место вообще. Ну, уровень на высоте. Очень красиво выглядит вот так вот. Лаунж Смок называется. Я, короче, довольна. Мне очень понравилось. Вкусно. Спасибо им. Сейчас мы ещё по Садовой прогуляемся, потому что очень красивый вид смотреть. Да? Вдоль до Посадовой мы пойдём. У нас очень красивая улица и очень красивый центр. Я люблю городиться. Мы с Кристинкой вот прошлись по нашей Садовой. И чё, мы сейчас вызываем такси, поедем по Ворошиловскому, чуть-чуть дальше пройдём, сейчас вызови. Вызови такси, ты уже вызываешь? Вызови такси. Так тебе наши прогулки всё. Смотри, как красиво мигает нам милиция. Стоим возле Пить Кофе. Одно из моих, кстати, любимых мест. Цена, качество. Я даже домой у них заказываю еду. Вот. У них вот такая вот штука есть. Кристинка сидит. И мы ждём такси. Она сказала, что она здесь. Чё-то я не вижу его. Домой хочу уже, не могу, устала. Как всегда. Видите, какие у нас красивые? У нас всё вот так вот грозоделано. У нас такие яркие цвета. У нас что, девочки все красивые, яркие. Так и Ростов сам нарядный. Всё, сели в машинку. Едем до дома. Водитель у нас девушка. Такое необычное ощущение, когда водитель девушка. Прям что-то, что-то необычное. Вышли из дома. Решила пройтись по магазину. Ну, в магазин. По магазину. Такая делова. В рынок. На рынок. В рынок, на рынок. На рынок она захотела пройти, потому что нет фруктов вообще, кроме бананов и одного яблочка. А мне хочется чё-то и клубнички, и чё-то вкусненького, сладенького. Поэтому сейчас чё-нибудь возьму. Вкусняшки какие-нибудь хочу. Но заодно прогуляемся. Сейчас уже полпятого или пять. Хорошая погода. Такая не жарит уже ничего. И прям мы с сынуличкой прогуливаемся. У нас вот коляска вот так уже сделалась. Вот она. Свежий воздух. Сын а вот он сидит. Тихонько. Сидит. Одела его в такой костюмчик. Полосатенький. А я хотела тебя только что снять. Дэнь. Вот такой костюмчик у нас. Пока он загляделся на машинке. В общем, сейчас чё-нибудь возьму. Столько всего набрала просто. Знаете, вот когда ничего дома нету, например, осталось одно яблочко, да, что я вам говорю, бананчик. Так хочется прям всего-всего и всё. Я если захожу, то... И я всего беру понемногу, потому что я как бы беру-беру, а потом оно всё лежит-лежит, в итоге выкидывается. Поэтому я всего беру по чуть-чуть. И я себе столько всего взяла, и сейчас пройду домой и покажу. Это Ростов, детка. У нас вот тут общежитие мимо проезжаем. Из какого-то окна. Музыка. Класс. 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 Я сама была в детстве такая. Я жила на пятом этаже и включала музыку, и чуть ли ноги не свешивала. Представляете, с окна, с пятого этажа. Вообще сейчас думаю, как я могла такое делать? Вот дурында была. Но сам факт, я включала громко музыку и ставила её на подоконник. Что-то в этом было, когда тебя слышат все, что ты слушаешь. И такое ощущение было, что весь мир смотрит на твоё окно и думает, кто там такой крутой, слушает такую крутую музыку. И все, кто это слышит, все думают только о тебе. Не о своих делах. Все только думают о тебе. Так это по-детски, наивно. Бутус мой спит. Привет, мои хорошие. Мы сегодня с Ленусерви. Решили погулять. Я, как всегда, в домашнем такая. Мы вот вышли с колясочкой, с Денечкой, думаем сходить в парк. Зайдём ещё в фикс прайс, посмотрим, что там новое есть. И что ещё мы хотели сделать? Может быть, что-нибудь вкусненькое сожарим, да? Да, конечно. Обязательно. Как же так? Так что оставайтесь с нами, прогуляйтесь с нами сегодня. Так, зашли в аптеку. Мы зашли в аптеку, купили... Что мы купили? Ля, что ты там ешь? Батончик Лео Вик. Как тебе, кстати? Ммм, вкусно. Неожиданно приехали. Я тоже их люблю. Короче, где эта клизма? Да ёперный. Подержи просто. Я как всегда. Клизма! А, вот. Я только оставлю. Что ты там делаешь? Ничего. Я потом смотрю, я куда-то вообще в другой месте. Короче, купила. Я сегодня хотела почистить нос малому, не смогла. Вот потеряли такую штучку, он с ней игрался. Купила новую. Там, короче, были какие-то респираторы, которым чистить нос, которые нужно высасывать ртом. Я понимаю, что сопли в рот мне не будут попадать, что там какие-то насадки специальные, но как-то вообще втягивать. Мне кажется, что... Короче, я хочу какую-нибудь купить ему носик, чистить что-нибудь прикольное, но чтобы не ртом втягивать. Просто вот в этой вот резиновой, в ней, ну, тоненький носик, понимаете? Я бы хотела, чтобы вот так он залез во весь нос ему и прям все мощно высосал оттуда. Хотя, может быть, для деток это не нужно, а то с мозгами высосит все. Вот. Короче, расскажите мне, кто чем пользуется, носик чистит, что вот прям классная-классная находочка у вас. Поделитесь, пожалуйста. Так, что мы сейчас? Купили еще шапку классную пацану, больше без завязочек, скажи, сына, да? Все. У него типа Армани, короче, такой прикольный. Вот, в инстаграме выложу, покажу, посмотрите. И носки классные купили, модные, белые. Ва, носки у нас вот такие, пацан. Носки, конечно, вообще сейчас, я не знаю, качество какое на эти хорошее. Так быстро портится, кошлатится, прям мне вот это не нравится. Вот. Сейчас мы зайдем в фикс-прайс, и до парка уже чуть-чуть осталось. Вот мы в фикс-прайсе, я уже вижу новиночки, новиночки. Это, кстати, не новиночки. Какие-то прыгунки яркие. Но во всяком случае, они лежат на стенде, где новиночки у нас. А это было уже. Смотрите, что я вижу. Я вижу часы. Ой, классные часы, какие-то, лям, под дерево сделаны. Вот интересно, они так же громко тикают, как мои на кухне. Ой, смотрите, остались еще эти штучки. Я себе их приобрела. Очень удобные. И недорого стоят. Ой, а смотрите, что тут еще есть. А, это, это, это все. Это уже было. Обувь. Так, пойдемте, пройдем дальше. Надо не плавать. Короче, мы нашли вот такую вот штуку для плавания. Я такую видала. Вот я хочу купить, на самом деле. Что, она сложится и положится в коляску. Ленка говорит, что не это, не удержится такая. Хотя это для акваэробики. Он держится за нее, делает упражнения. Да возьму одну штуку, пусть будет. Смотрите, появились какие-то вот такие вот сумочки. Вот таких цветов. И вот такого цвета еще. Кстати, очень приятный на ощупь, но это наверняка что-то синтетическое. Какие-то цветные шортики появились тут яркие, да. На лето. Кстати, ткань очень приятная, да. Но это, скорее всего, мужские, да? А, вот, нет, смотри, розовенькие есть. Да я думаю, что это они мужские. Посмотри, тут там с розовой. Здесь женские? А, ну да, с розовой. Зеленые. Короче, интересные расцветочки есть. Просто они мнутся, а я не люблю, когда мнется. Еще вот такие прикольные кипари есть для малых. Мне кажется, очень прикольно. Большая наношена. Мама издевается над сыной? Короче, вот взяла эту штуку и взяла мои любимые вешалки. Как всегда, их как всегда почему-то мало. Все, и бежим в парк. Расплачивайся и в парк. Что, Лен, может шаурмита? Да, шаурмита. Что случилось? Он опять ее вовсе бросит. Да, ничего страшного. Я, кстати, люблю шаурму, особенно, когда открыты стекла и видно все, что вот человек делает. Ну, не страшно. Видно, что он не будет тогда как-то, да, грязными руками ложить. Работает в перчаточках, все нарезается, все свеженько. Две, да, нам шаурмы? Да. Нам две шаурмы сделаете? Вот. И шаурму я не лела 300 лет. Я скажу вам, я в последний раз ела ее в Москве на Цветном Бульваре. Делают очень вкусную шаурму посрединке там. Еще прикол, смотрите, она как перевернутый знак Макдональдса. Шаурма. Ну, молодцы, прикольно сделали. Как бы содрали и как бы нет, да? Да, вот еще у нас вот такие донары делают. Шаурма, только в другой булочке. Мы с Леной долго думали взять, может быть, такую, но потом решили, что диета должна оставаться диетой. Мы возьмем лаваши. Мяско пошло. Мы, короче, зашли в парк и такие, слянуська, идем, такие пипец голодные, жуткие. У нас бурчит в животах, и мы ищем эту злосчастную лавку, блин. Пойдем вон туда, может, или нет? Не вижу лавки. Мы уже злые, голодные. Где лавочка? А шаурма пахнет, тяжелая, да? Да. Нашли свободную лавочку. Занимаем вес, Ленок. Бежим просто. А голодавшие бабы. Еще и после диеты. Не, ну что, у нас же лаваши тоненькие. Считай, диета. Главное тебе, главное... А я не сниму, блин, надо было снять, как Ленка бежала. А я же специально. Она специально, у нее волосы развивались на ветру. Короче, приступим. Не, вы это видели? Всякий. О, боже. Боже. Да ладно. Да? Я запугею. Короче, я не могу доесть. Я еще половину даже не съела. Мне кажется, я заверну ее и домой возьму. Дома доем, когда буду голодная. Идем, сыночка расплакался. Он Ленок взяла его, головку положил, наймил. Жен, какая футболь, такая милота. Короче, вот мы приехали домой, пьем чаек. И потеряли сыново соску, в общем-то. И получилось так, что мы потерялись не только соску там, на улице где-то, но и три соски дома. Я ни одной соски не могу найти. Ну, триндец, сын. Ну, сколько сосок тебе нужно купить? Дриня, а где твои все соски? Вот. И что, тоже убегаешь, да? Все, Ленка продолжает тусить, а мы с малышней ляжем. Да, сейчас и буду, короче, отдыхать. У меня спина болит. У меня ноги после тебя, блин. Как всегда. Ладно, все. Прощаемся тогда с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова